В экспозиции 89 работ. Графика, живопись, фотография, печать на холсте. Особое внимание сразу привлекают несколько необычных полотен из кожи. Их автор – художница из Нидерландов Мартье Верховен. Она окончила Академию изобразительного искусства в Голландии в 1976 году и с тех пор работает с натуральными материалами. Я не знаю, может быть, потому что я дочь фермера, я всегда видела животных, кожу дома. Это особое чувство материала, которое я люблю. Но почему? Вот так старые шубы и манто, ремни и другие кожаные вещи в руках талантливой художницы обретают новую жизнь. Это также круговорот вещей, потому что люди их выбрасывают, а я даю им новую жизнь. Я пытаюсь, не всегда это получается, но я стараюсь сделать их артистами, дать другую жизнь старым кожам животных. Её коллега, художник Райнхарт Мунт из Германии, на выставке представил творческий эксперимент серию фотографий огня и взрывов, сделанных на большой выдержке – 10-20 секунд. Художник сам становился перед фотоаппаратом и воплощал задуманный рисунок. Попросту махал факелом перед объективом. Я много лет этим занимаюсь, я знаю, что я делаю. Самое главное – понимать, что ты делаешь, какую мысль ты пытаешься выразить в работе. Потому что невозможно остановить свет, как, например, камень у скульптора или музыкальные ноты у композитора. Художники-абстракционисты из Германии, Индерландов и Татарстана приехали в наш город впервые. Впереди у них неделя пленеров и отчётная выставка в Севастопольском художественном музее в начале сентября. Сейчас они набираются впечатлений и положительных эмоций, потому что, сами говорят, абстрактное искусство основано на эмоции и чувстве. Нереализм – есть то, к чему стремится художник, да, и он познаёт нечто новое. Хочет переступить грань реального к нереальному и реальному. Я думаю, что это космос. Поэтому, вот вы спрашиваете, я думаю, что и синий, и чёрный космос, вот и есть эта глубина, это вечность, это бесконечность. Вот поэтому и, наверное, доминирует синий цвет, синий, фиолетовый. То, что даёт какую-то глубину и море, да, чем глубже, оно даёт такую синеву, чёрно-синий. Махмуд Вагапов говорит, что проблемы искусства вечны. Они были вчера, есть сегодня и будут завтра. Поэтому именно культура объединяет народы разных стран. Севастополь на выставке представляют участники Академии абстракционизма, живописец Владимир Бойченко, искусствовед Ксения Горбунова, фотограф Юрий Манько и график Анна Сорокина. Мы смотрим, какое искусство в Европе, да, они смотрят, как у нас. Они были очень удивлены, что у нас есть целая Академия абстракционизма, у нас все так много очень работает в абстрактном искусстве. Тут мы вот открыли для себя казанских тоже художников. И теперь у нас будет тесное сотрудничество, потому что сейчас вот в это же время, в течение 10 дней у нас уже идёт пленэр, который тоже называется «Нереализм». Три живописные работы Ксении Горбуновой называются «В ожидании весны» и были написаны в Татарстане во время первого этапа международного арт-проекта. Хотелось какой-то там у них весны ярких красок видеть, поэтому они у меня достаточно такие солнечные, жизнерадостные, наполненные каким-то позитивом. То есть вот такой хотелось видеть их весну. Но в принципе она такой и получилась, потому что очень было новых всяких интересных впечатлений. Мы в Казани были впервые, ну и нам там очень понравилось. Все абстрактные полотна и фотографии объединяет отсутствие сюжета. Абстракционизм – это создание пластических, цветовых, ритмических композиций, возбуждающих свободные ассоциации, но не несущих определенного сюжетного содержания. На смену предмету приходит комбинация чистых линий, форм и цветовых пятен, не соответствующая реальному объекту. Первая часть международного арт-проекта «Нереализм» проходила в мае прошлого года в Государственном музее изобразительных искусств в Казани. А после Севастополя выставка отправится в Германию, будет экспонироваться в галерее «Зайдель» в Кёльне. Надежда Староверова, Виталий Козловский, Севинформбюро.